Здравствуйте, дорогие коллеги! Во-первых, хочется поздравить всех с открытием и началом работы замечательной всем полюбившейся конференции Пироговский офтермологический форум и выразить надежду, что в следующий раз, на следующем форуме мы уже сможем увидеться лично, чему я, например, очень искренне рад. Сегодняшнее наше сообщение посвящено комплексному подходу к терапии синдрома сухого глаза различной этиологии в пред- и послеоперационный период. Почему появилась такая тема? Потому что существует очень разный взгляд вообще на болезни глаз как таковые. Вот о чем думает врач, ну, по крайней мере, наш такой собирательный образ. Мы думаем о том, что у пациента катаракта, аномалия рефракции, решаем целый ряд сложнейших, вообще-то, задач, которые, в общем-то, пациенту мало интересны, поскольку пациент, что обычно говорят, я плохо вижу доктора, у меня болит глаз, и я испытываю какой-то дискомфорт при зрительной работе. Но с точки зрения пациента это важно. Вот все эти проблемы на самом деле лечит один врач, к которому он пришел. И к этому врачу потом все вопросы по поводу исходов лечения нам и всего остального. И поэтому, когда, например, мы сталкиваемся с ситуацией катаракты, то наша задача точно рассчитать ИОЛ, добиться соответствующего результата. Ну, в общем, повторяю, задачи не самые-то простые, особенно в премиум классе. А пациент, даже получив хорошее зрение, если вдруг он испытывает дискомфорт, вот все вопросы по расчету, по рефракционному результату, его сводятся к чему? К тому, что доктор, я плохо вижу, мне что-то мешает, и буду ли я оперировать парный глаз, и у кого. И вот эти все проблемы, в том числе, возникают, и потому что мы не всегда, может быть, с известной степени внимания, оцениваем причины дискомфорта, которые развиваются в послеоперационном периоде. А причины, в том числе, могут быть простыми. Это сухость тканей глазной поверхности. И вот поэтому этот показатель привлекает все более и более пристальное внимание, поскольку сухость тканей глазной поверхности это причина снижения качества дооперационного обследования, это, естественно, ухудшение функционального результата и снижение удовлетворенности результатом хирургии у самого пациента. Вот посмотрите, как может повлиять регулярность поверхности на расчет ИОЛ. То есть в некоторых случаях подобные ошибки способны повлиять на итоговое качество зрения после хирургии. Но это очень хорошо знают, в том числе, и наши коллеги, рефракционные хирурги, которые стали в последние годы относиться к проблеме сухости ткани и глазной поверхности более внимательно. Еще один важный момент, который определяет этот показатель, это гиперосмолярность слезной пленки. В нашей стране, к сожалению, мы этот показатель практически не меряем, и, простите, на лбу у пациента не написано, какая там у него гиперосмолярность, но помнить об этом показатели очень важно. И поэтому особенности подготовки пациента к операции включают в том числе и некий комплекс, и для ведения пациента с синдромом сухого глаза в предоперационном периоде необходимо более интенсивное лечение, и это, повторяю, становится уже аксиомой, что, в общем-то, нас радует. Почему же мы, столкнувшись с этой проблемой, ну, не то чтобы в растерянности, но мы не всегда понимаем, чем лечить сухость, поскольку многие препараты для лечения синдрома сухого глаза, они, ну, скажем так, похожи на первый взгляд. Вот сегодня мы об этом с вами поговорим. Вообще, возможно, в недалеком будущем сухого глаза не будет, поскольку глаз будет вообще не такой, как сейчас, но пока он вот такой красивый и всеми нами офтальмологами искренне любимый, давайте попробуем заглянуть, в общем-то, в очевидные проблемы. Ну, самое простое, что мы знаем, собственно говоря, о воде. Знаете, на планете нашей есть места, где воды вообще нет. То есть, ну, в принципе, и это орошение этой поверхности может быть только за счет дождя. Еще один вроде бы такой простой постулат. Под дождем мы все мокнем. Все это правильно. То есть или нет воды, или есть вода под водой, когда она капает, мы мокнем. Но здесь возникает целый ряд противоречий. Вообще глаз и мозг состоят из воды. И в глазу вообще воды очень много. Так спрашивается, почему же тогда вода есть, а глаз сохнет? Опять вернемся к тому, с чего я начал. Мы, занимаясь офтальмологией, решаем очень серьезные проблемы, прежде всего ведущие к инвалидности, иногда даже к необратимой слепоте. И поэтому как-то синдром сухого глаза отходит на второй план. Совершенно напрасно, поскольку на сегодняшний день каждый третий пациент, с чем бы он к нам ни пришел, у него развивается синдром сухого глаза. В Японии это каждый второй пациент. Еще одна особенность заключается в том, что поначалу ты сухой глаз мокрый. И пациенту очень сложно объяснить, что у вас сухая глазная поверхность. Он говорит, как же так, у меня постоянно идут слезы. А почему они идут, и вообще для чего они нужны? Поверхность глаза достаточно сложна, а главное обширна. Но самое главное, наверное, в том, что мы должны понимать, что вся анатомия зрения в глазу, конечно, она посвящена и предназначена для того, чтобы получить четкое изображение на сетчатке. Но как мы этого достигаем? И вот это достижение на самом деле происходит только, это обеспечивается только слезной пленкой, то есть старт этого физиологического явления. То есть слезная пленка – это совсем не вода, и она отличается по своему составу. Слезная железа действительно продоцирует как бы просто воду, причем до двух литров в сутки. И эта вода, орошая глазную поверхность, попадает, как известно, к нашим коллегам-териориенгологам. Так вот эти две слезы глаза, они очень отличаются друг от друга. Вообще все в жизни начинается со слез. И у этих слез есть еще и очень четкий путь, потому что если слеза будет выходить за край века, то мы получим целый ряд серьезных осложнений. Еще одна важная особенность – вода по законам силы тяжести всегда стекает вниз. Но почему тогда слезная пленка просто не падает с глаза, и глаз должен был постоянно сохнуть, вода же не держится? Оказывается, нет. Она держится, и причем она держится за счет того, что в слезной пленке присутствует липидный слой. И вот это знаменитое зеркало души, роговичка блестящая, прозрачная, зеркальная, как раз обеспечивается вот этой функцией. И вот удержание воды на поверхности роговицы обеспечивают муцины. Только они способны как бы приклеить воду к первичной гидрофобной поверхности роговицы. И поэтому, коллеги, слезная пленка – это не просто жидкость, это важнейший элемент вообще-то существования человека, поскольку это самая сильная преломляющая среда, она превышает по своей силе и роговицы, и хрусталик, и без слезной пленки мы бы просто-напросто ничего не видели. То есть без воды, как ни странно, зрения бы не было. Не работала бы ни сетчатка, ни сложнейший аппарат полей Бродмана. Это все бы потеряло смысл. И поэтому возникает еще один вопрос. А почему же тогда сухой глаз появляется? Ну, мы все, помнится, вышли из воды. Вот замечательный образ Боттичелли. Но, наверное, если так преобразовать в истинную картинку, то, наверное, амфибии выглядели бы вот так. Но мы точно понимаем, что раз мы вышли из воды, сухой глаз нужно постоянно держать в воде. И когда он там находится, вероятно, сухого глаза просто возникнуть не может. Но какая это вода? А вода – это очень любопытная вообще. Отдельную лексу можно читать по воде. Но к чему мы… Сейчас я хочу… На что сделать акцент? Любая вода, она испаряется. А раз так, то теряется часть ее… Ну, того объема, который попадает на ту или иную поверхность или ту или иную емкость. Так вот, сухой глаз – это постоянное обновление вот такой слезной пленки. Причем такой сеанс мы смотрим 14 тысяч раз в день. Это очень напряженная работа, и нужно ее обеспечивать. И поэтому вода глазного яблока – это очень важный компонент. Тогда с чего же начинается синдром сухого глаза? Вот посмотрите, это совсем юные, так сказать, особи мышек. Глазки у них еще не прорезались, и фактически эпители роговицы нет. Но как только мышонок открывает глазки, сравните, да, все сразу начинает обеспечивать зрительные функции, в том числе роговичные эпители. А значит так, его нужно постоянно увлажнять. Но мы с вами не мышки, но стареем точно так же, как все млекопитающие. И поэтому раньше считалось, что синдром сухого глаза – это пророгатива прежде всего старшего возраста, но с изменением экологии, с изменением уровня зрительных нагрузок, появление огромного количества гаджетов. Вот что мы с вами получаем. Плюс ко всему, мы у части пациентов видим артифициальный синдром сухого глаза после рефракционной хирургии, как вариант. Напомню, что такая картинка может сохраняться от 6 до 9 месяцев и без лечения. Это приходящая ситуация, но без лечения она может привести к весьма неприятным последствиям. Еще одна проблема, с которой сталкиваются наши пользователи, это таблетки для сухого глаза. Почему для сухого глаза? Потому что больше половины лекарственных препаратов угнетают собственную слезопродукцию. Еще одна группа пациентов – это пациенты с нарушениями рефракции той или иной природы, неправильно подобранной очки и так далее. И в любом случае это приводит к существенному зрительному дискомфорту. Еще одна причина – это контактные линзы. линзы, они сами по себе безопасны, но их ношение может приводить, то есть стать фактором риска появления синдрома сухого глаза. Так виден ли такой сухой глаз на глазу? Было бы замечательно, если пациент пришел и сказал, доктор, у меня синдром сухого глаза. На самом деле это не так все очевидно. И вот посмотрите, это как бы глаз без окрашивания, а вот масштаб бедствия. Что на самом деле, какая площадь воспаления присутствует у этого пациента. А раз так, то сухой глаз нуждается в поддержке. И если мы опять вернемся к боттичелли, то вот синдром сухого глаза в таком образе наверное был бы выгоден вот так вот. Наверное, или молекулы, которые защищают от сухости, ну или офтальмологи пытаются закрыть с собой ткани глазной поверхности. Итак, сухой глаз нужно увлажнять. И здесь нам важно понимать принципы лечения синдрома сухого глаза. Поначалу они строились на очень простых вариантах. Это комбинации соли и воды. Обыкновенную поваренную соль добавляли в воду и приносили пациентам некоторое облегчение. Затем появились полимеры самые разнообразные и они завоевали в общем-то первенство в лечении сухости ткани глазной поверхности. Но тут об этой поверхности нужно рассказать особо. Во-первых, она сферична. Попробуйте удержаться на такой вот горке на санках. Все катались. Это весьма непросто. Или там на лыжах. Крутые спуски с поверхности роговицы, а следовательно все, что попадает на нее будет с высокой долей вероятности просто-напросто уходить в своды. Но уходить в своды будет с разной скоростью. Во-первых, обычные капли будут быстро стекать с роговицы. Во-вторых, они будут распределяться неравномерно по площади роговицы и конъюнктивы, а следовательно нужно частое орошение роговицы. А это и расход, и неприятность, а самое главное, что пациент забывает иногда это делать. Плюс ко всему, если капельки плохо переносятся, они вызывают дискомфорт, и такие капли приходится менять. И вот поэтому и нужно задается такой простой вроде вопрос, а сколько воды нужны глаза для того, чтобы они себя комфортно чувствовали. Опять вернемся к слезной пленке. Это сложная в пространстве организованная среда с совершенно четким перераспределением муцинов, водно-муцинового слоя и липидного слоя. И вот именно, повторю еще раз, вот эти ворсинки играют главенствующую роль в удержании воды. Эти ворсинки нужно защищать или в известной мере протезировать. А для этого и нужна слеза. Какой же ее состав? И вот для того, чтобы мы хорошо понимали важность слезозаменителей, нам нужно сделать некий автопортрет слезы, некий такой вот субстрат, который бы полностью соответствовал тому, что мы видим на глазу. Но для написания такого автопортрета необходимо хорошее знание в собственно говоря описываемой проблеме. Итак, еще раз к тому, как же течет вода? Посмотрите, все зависит от того, какая вязкость у этой жидкости, поскольку с изменением вязкости и меняются свойства ее текущести. Еще очень важный момент, если мы на роговицу закапаем и вообще в глаз закапаем очень вязкий препарат, то контрастность и четкость изображения потеряются и пациент просто перестанет такие капельки капать. Плюс эта поверхность, которую мы искусственно формируем с помощью слезозаменителя, она должна быть достаточно долгой по нахождению и эффективно увлажнять то, с чем она соприкасается. И поэтому сухой глаз нуждается в слезозаменителе. И вот здесь мы опять приходим к тому, что оказывается помимо вязкости препарата очень важно еще и PH. Почему? Потому что в разной среде по-разному реагируют те растворы, те субстанции, которые входят в состав глазных капель. И вот глазные капли на основе гидроксипропилгуара обладают таким вот замечательным свойством. То есть посмотрите, когда мы берем в руки флакончик, у него внутри, у этого флакончика мы этого, конечно, не видим, PH7,9, но посмотрите, как разрознены молекулы. Это некая совокупность ингредиентов. И самое важное в этом то, что как только этот препарат выходит из флакона, он меняет свои свойства. То есть напоминаю еще раз, 7,9 во флакончике, вот капелька вышла из флакона, и она попадает в другую среду, на поверхность, где есть слезная пленка, где PH уже 7,5. Казалось бы, очень маленькая разница, но именно этой разницы достаточно, чтобы вместо хаотического распределения молекул мы получили матрицу, в основе которой как раз лежит гидроксипропилгуар, и эта матрица фактически как биологическая повязка покрывает все ткани глазной поверхности, то есть и роговицы, и конъюнктивы, и конъюнктивы сводов, и вот эта матрица позволяет как раз удерживать воду, и вот как раз тот вариант, когда мы видим недостаток муцинового слоя, защита этого муцинового слоя, и принадлежит, защите этого слоя как раз и принадлежат функции капель, в состав которых ходит гидроксипропилгуар. И поэтому систейн ультра плюс стал вот таким автопортретом, поскольку у него появилось свойство моделировать или протезировать фактически все три слоя слезной пленки, о которых мы с вами выше говорили. Но появился систейн ультра плюс, и почему здесь плюс? Плюс это буква Г, это гиалуроновая кислота. То есть, говоря вообще о гиалуроновой кислоте, хочется сказать, что ее очень много производят в мире и будут производить еще больше. Это полезное вещество, поскольку это универсальный увлажнитель, с чем бы гиалуроновая кислота не соприкасалась, а она прежде всего для этого и сделана, она удерживает молекулы воды. Раньше ее делали из гребней несчастных представителей петушиного царства. Сейчас, слава Богу, ее синтезируют, это более безопасный источник, более стандартизированный, а главное, его теперь хватает на всех. Но главное свойство гиалуроновой кислоты в том, что она способна удерживать воду, 1 грамм гиалуроновой кислоты удерживает до 6 литров жидкости, ни одна другая молекула таким свойством не обладает. И вот поэтому, когда гидроксипропил Гуар соединили с гиалуроновой кислотой и получился препарат Систейн Ультра Плюс. Для чего это было сделано? Каков механизм действия этого препарата? Я сейчас попытаюсь запустить видео, надеюсь, со звуком вы его услышите. Глазные капли Систейн Ультра Плюс Синдром сухого глаза возникает при нарушении свойств слезной пленки, что приводит к недостаточной продукции слезной жидкости или ее ускоренному испарению. Это может быть обусловлено нестабильностью или истончением слезной пленки, в результате чего поверхность глаза подвергается изменениям и развивается синдром сухого глаза. Гиалуронат соль гиалуроновой кислоты представляет собой молекулу естественного происхождения, является основным функциональным компонентом, играющим важную роль в смазывании суставных поверхностей. Гиалуронат широко распространен в организме и представлен, например, в коже, хрящевой ткани и стекловидном теле глаза. Гиалуронат широко исследуется благодаря своим удерживающим воду и вязкоупругим свойствам. Эти свойства повышают увлажнение роговицы и уменьшают трение при мигании. Гиалуронат также может прикрепляться к клеткам эпителия и формировать защитную пленку наподобие матриксной структуры, которая удерживает воду, что обеспечивает повышенное увлажнение и смазывание глазной поверхности. Для того, чтобы усилить эффективность терапии пациентов с синдромом сухого глаза гиалуроновой кислотой, компания Алкон разработала глазные капли Систейн Ультра Плюс интеллектуальную систему, представляющую собой комбинацию активных компонентов гидроксипропилгуара, парата и гиалуроната. При инсталляции этой интеллектуальной системы раствор становится эластичным и легко распределяется по поверхности роговицы. В интервалах между морганием молекулы гидроксипропилгуара, барата и натрия гиалуроната связываются с муциновым слоем слезной пленки. Эти активные вещества действуют как защитное покрытие, увеличивая степень увлажнения и время нахождения раствора на поверхности глаза в сравнении с продуктами, содержащими только гиалуронат. Экспериментальные лабораторные исследования показали, что интеллектуальная система глазных капель Систейн Ультра Плюс, которая содержит комбинацию гиалуроната, гидроксипропилгуара и барата, создает увлажняющий слой, который прикрепляется к клеткам эпителия, захватывает воду и обеспечивает большие увлажняющие, смазывающие и защитные свойства по сравнению с препаратами, содержащими только гиалуроновую кислоту. Это способствует реабитализации роговицы и восстановлению поврежденной глазной поверхности у пациентов с синдромом сухого глаза. Ну вот, коллеги, собственно говоря, много мы узнали из этого ролика, но самое главное, что все препараты слезозаменителя это препараты комфорта. И какой же ключ к этому комфорту? И этот ключ лежит, в общем-то, на поверхности. А синергизм преимущества обоих компонентов заключается в том, что гидроксипропилгуар плюс гиалуроновая кислота это прежде всего длительное увлажнение. То есть за счет этой комбинации мы имеем возможность реже закапывать, поскольку и пациенту, для пациента это очень важно, но главное, мы одинаково хорошо увлажняем все структуры глазной поверхности. Если мы говорим о защите от высыхания, то посмотрите в 2,6 раза выше по сравнению с обычной гиалуроновой кислотой. И это подтверждается данными цитоскопии. Посмотрите, вот какое количество живых клеток. Но хорошо, когда это касается как бы так условно здорового глаза, просто синдром сухого глаза. А когда там присоединяется синдром красного глаза? Здесь опять же мы видим, что вот это преимущество играет существенную роль. И плюс ко всему это преимущество длительное. А время увлажнения это очень важный показатель и мы говорим о нем постоянно. Так вот он в 4 раза выше на этой это время 4 раза выше на этой рецептуре. А еще один важный плюс систейна ультра плюс в минусе. Как это ни странно, в минусе трение. Представьте себе, как часто веки удаляют все лишнее, что есть на глазной поверхности, в том числе и наши глазные капли. Так вот, при этой скорости сдвига существует как бы некая смазка для век. При этой скорости сдвига происходит это 10-12 раз в минуту. Напомню, мы видим, что в присутствии молекул гидроксипропилгуара и гиуроновой кислоты этот сдвиг существенно легче. То есть веки работают более эффективно. То есть вот эта скорость увлажнения вроде бы это какие-то графики, какие-то цифры, но самое главное в том, что это обеспечивает в том числе и очень четкое восприятие сразу после закапывания. То есть не было закапывания, закапывали, и человек ничего не чувствует, он одинаково хорошо видит, как до и как и после закапывания. Еще один важный параметр это контакт с контактными линзами. И здесь также важно, что Систейн-Ультра-Плюс можно закапывать на любые типы контактных линз. Тем самым мы защищаем роговичный эпителий. Но как это можно сделать? Вот в эксперименте опять несчастные мышки, но посмотрите, им наносилось в эксперименте повреждение, и там, где был Систейн-Ультра-Плюс, восстановление практически всего роговичного эпителия. То есть этот эффект, дефект мы замещаем. И причем восстановление посмотрите, в каком проценте случаях. Вернемся опять на слезную пленку. Вот эта способность защищать роговичный эпителий, она как раз и способствует восстановлению здорового роговичного эпителия. То есть занимая полностью все дефекты, искусственная слеза восстанавливает эпителий. А это очень важный параметр, поскольку как раз это обеспечивает хорошее зрение. И вот посмотрите результаты одного из таких исследований, где в том числе использовалась шкала нарушений глазной поверхности ОСДА. Напомню еще раз, что мы имеем дело с роговичным эпителием. Это сложная многослойная структура. И вот если говорить о лечении средней изменения показателей ОСДА по сравнению с исходными значениями минус 24, то есть в два раза пациенты стали приносить лечение более комфортно. Но какова же цена слез? И посмотрите, это достаточно редкое явление, когда в России препарат стоит дешевле, чем у наших зарубежных партнеров. Итак, возвращаясь к той задаче, которая перед нами стояла. Нужно сделать автопортрет слезы, нужно создать структуру, которая бы длительно находилась на глазной поверхности эффективно ее увлажняла. Вот именно этим и занимаются полимеры. И в частности вот та композиция гидроксипропилгуара и гиалуроновой кислоты и стала в основе препарата Систейн Плюс. Если мы полимеризация, это еще раз напомню, бесконечное продолжение чего-то, то можно будет сказать, что при наличии такой комбинации такое увлажнение будет постоянным и длительным, а главное эффективным и безопасным. Вот почему слезозаменители на основе гиалуроновой кислоты встали с появлением Систейн Ультра-Плюс на новую качественную ступень. То есть объединив свойства двух молекул, мы добились искомого результата. И возвращаясь к началу нашего разговора, почему же мы так активно говорим об этом с нашими коллегами хирургами. Посмотрите, снижение времени разрыва слезной пленки перед вами, центральное роговичное прокрашивание и снижение пробы Ширмера. Но 60% пациентов с синдромом схового глаза они асимптоматичны, они не предъявляют жалоб. Поэтому более внимательное отношение к таким пациентам как раз и препятствует развитию синдрома схового глаза, а за ним и красного глаза. И вот такие простые схемы как шкала OSDI, а сейчас мне хочется поделиться с вами вот этой ссылкой, обязательно ее скачайте, если есть возможность. Это калькулятор, который через мобильное приложение позволяет оценивать индекс поражения глазной поверхности. Очень полезная функция. И еще раз повторю, для того, чтобы восстановить все три слоя слезной пленки, мы имеем целый ряд возможностей, всю линейку Sustain, об этом мы, вероятно, поговорим более подробно. Но, еще раз повторяю, каждый из этих препаратов в основе содержит те рецептуры, которые позволяют эффективно защищать ткани глазной поверхности. Но, возвращаясь к систему Ultra Plus, еще раз повторяю, это длительное увлажнение, это лучшее увлажнение и надежная защита ткани глазной поверхности. В одном сообщении сегодня рассказать есть вот такой проект про зрение, где профессор Бржевский Владимир Всеволодович и я отвечаем на вопросы наших коллег и комментируем те новости по синдрому сухого глаза, которые приходят к нам всем, что касается этой тематики. Поэтому заходите на сайт, будем рады вас видеть. Спасибо вам за внимание и еще раз большой респект организаторам, что они сохранили запал и провели эту конференцию на высоком методическом уровне. Буду рад личной встрече. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok